Стратегию социально-экономического развития Сарова обсуждают с 2018 года. Основная цель – определить приоритеты социально-экономического развития города до 2035 года. В документе представлен анализ развития социально-экономической сфер Сарова, определены тенденции, ключевые проблемы, способы реализации стратегии, в том числе и финансирование из различных источников. В этой работе активно участвуют и депутаты законодательного собрания Нижегородской области и привлеченные специалисты. Общие цифры расчёта предварительного пока, которые мы точно знаем, это минимум, который необходим для решения задач социального характера, дорожного строительства, это где-то порядка 130 миллиардов рублей. Вот эта цифра, она сегодня прозвучала, она сегодня у нас погружена в предложения. Они направлены в правительство Российской Федерации, и там сейчас начнётся история отношения анализа решений, которые мы предложили нам в мастер-план. В своём предложении депутаты Нижегородской области также учли задачи развития НЦФМ, в том числе и в плане привлечения сюда молодых учёных. В рамках программы уже реализовано несколько нацпроектов. В поручении президента были реализованы мероприятия национальный проект. Построены школы, построены новоочные сооружения, центры культурного развития. Это же всё здесь, всё это видно. Как только будет получено федеральное финансирование, сразу моментально начинается работа. Мы умеем это делать, мы умеем это делать быстро. Депутаты Госдумы в рамках визита в Саров проводили выездное заседание комитета по вопросам науки и образования. Гости подтвердили необходимость поддержки предложений ядерного центра и центра физики и математики для привлечения кадров. Торжественное собрание, посвящённое 30-летию Городской думы, озаменовалось и приездом депутатов федерального и областного уровня. Как отметил Антон Ульянов, такие визиты носят регулярный рабочий характер. Мы уже в этом созыве, например, реализовали одну законодательную инициативу. Мы не просто с ней вышли, как городская дума, в законодательном собрании она была принята, касающейся льгот в территориях опережающего развития. Это очень важно и это на самом деле крайне необычно. Мало представительных органов власти, которые выходят с инициативами, которые принимаются. Моя, допустим, задача депутата Государственной думы, которая представляет оборнамент страны Башегородской области, посмотреть, каким образом, какие нормы, регуляторные нормы, может быть, закон о закрытых административно-территориальных образованиях, который был принят достаточно давно, какие нормы, предполагающие меры поддержки, стимулирования деловой активности, с учётом всех особенностей и ограничений, которые существуют в Сорове, необходимо сегодня пересмотреть, для того, чтобы они были более качественными, для того, чтобы они отвечали вызовом времени. В рамках визита обсудили интеграцию новых территорий Сорова, развитие северных территорий. На торжественном собрании подвели итоги работы Градской думы за 30-летний период. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.